Селям алейкум! Здравствуйте! В эфире телеканала Миллетт, программа «Стратегия развития». Сегодня мы говорим о мире прекрасном, искусстве и моде. А гость нашей студии – талантливый модельер, основатель собственного бренда Эльмира Усиинова. Селям алейкум! Алейкум! Селям алейкум! Эльмира Ханом, вы самоучка, которая начала шить еще в детстве. И, насколько мне известно, это не случайно. В вашем роду по отцовской линии все были профессиональные портнихи. Ну, не профессиональные, они были самоучки в основном. От природы. Да, они вот в основном все у нас, женщины по папиной линии, они шьют. И как бы это у всех получалось, все они могут. И это было как бы естественно в семьях по папиной линии, что все женщины шьют. Это норма. Талант, да? Да, это какой-то такой, наверное, передается по генетике, наверное, не знаю. Дар такой. Расскажите о себе и о своей профессии, да? Чем вас привлекает ваша профессия? Ну, мне всегда нравилось самой красиво одеваться. И я всегда старалась посоветовать другим что-то. И когда это действительно получалось результативно, мне всегда это нравилось. Мне нравится нести красоту в мир. Поэтому стать как бы профессиональным дизайнером или там партнихой, да, больше, скажем так. Это было для меня как бы родное и желанное. Поэтому нести красоту в мир – это мое просто. Машала. Эльмира Ханум. Из модельера вы незаметно превращаетесь в живую легенду. Ведь, скажем так, модельер Эльмира Усейнова и ее работы уже известны не только в столице Крыма, в Симферополе, но и по всему Крыму, скажем. Вам импонирует быть знаменитой? Поначалу, конечно, как-то это… даже как-то этим гордишься, да? А потом привыкаешь. Ну, я отношусь к этому абсолютно… Насчет знаменитости как бы я отношусь спокойно. Больше импонирует, что людям нравится то, что ты делаешь. Вот как-то это больше… ну, это, наверное, та отдача, то вот признание, которое действительно… Ты понимаешь, что ты не зря работаешь, что ты трудишься, и у тебя это получается, и людям это нравится, и ты понимаешь, что ты на своем месте. Это главное. Да, это главное не то, что там тебя все знают или еще что-то, а вот именно то, что люди приходят, потому что и не раз они приходят еще и еще, и хотят там постоянно, да? Это постоянные клиенты всегда как бы бывают, вот. И поэтому ты понимаешь, что ты делаешь то, что ты действительно можешь, то, что у тебя получается, и самое главное, что ты это любишь. Да, и радуются люди, которые… Да, и они довольны, и это действительно вот такое вот удовольствие от того, что ты проделал. Да, да, это сложно, там, скажем, кропотливо, но результативно. Помните свою первую работу? Как все начиналось? Ну, скажем так, если брать такую осознанную, да, взрослую жизнь, это мне было лет 13-14 в этом периоде, переходный возраст был. Я себе шила много, как бы подружкам, ну, это такие там переделочки были, все такое, но вот такая полноценная, скажем, очень серьезная работа, это была, когда мама мне сказала, давай, сделай мне что-нибудь. Я так гордилась, что я такая маленькая, ну, мама как бы взрослая, она работала на таком хорошем как бы месте, и она попросила, я говорю, ты будешь это одевать? Она говорит, да, это было очень ответственно, очень для меня неожиданно и очень приятно. Поверили в вас? Да, что как бы такой близкий человек поверил в меня и доверил мне сделать для нее, да, какую-то работу. Вот это была первая работа, костюм для моей мамы, которым она пошла на работу, где все очень удивились, когда узнали, что шила дочь. Они думают, что я взрослая. Он говорит, нет ей там 13 лет, они говорят, надо же, ну, как бы удивились. Им очень понравилось, и даже потом, когда уже стали рассказывать, что там я шею маме, у меня даже мои учителя стали говорить, не то, что они шею, как бы вот так просили тоже там. Я им там советовала учителя все время, уже в школе даже, когда вот училась, и учителя уже тогда замечали, что есть что-то во мне такое, какая-то способность, даже вот труды у нас там были, вот эти вот все, да, такие, ручной труд, там, шитье. Она всегда говорила, Ольмирочка, ты будешь шить другое. Все шьют фартуки, Ольмирочка, платье вечерней. Как бы вот она знала, что, ну, фартуки это уже пройденный этап для вас. Да, 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 вот, и они уже тогда знали, что что-то есть такое, ну, получается, что у меня. Создаете ли вы коллекции? Ну, да, были такие у меня работы, коллекции, да. В основном это, конечно, ну, вообще основа моего направления, это, конечно, вечерние наряды. Наряды для девушек, для женского, да, скажем, для женской половины. Вот, и коллекции, естественно, состояли именно из, вот, вечерних свадебных нарядов, скажем так. А когда вы работаете над коллекцией, что вас вдохновляет больше всего? Вдохновляет, конечно, первое мое ощущение, это всегда, ну, азарт сделать много, новое, красивое, что-то, ну, что-то, вот, необычное, не как у всех, и вдохновляет, конечно, ну, природу я люблю очень. Я люблю пение птиц, там, я не знаю, море, шум моря, закат, вот, красный, да, закат, там, даже зимой бывает такой красный закат. Ну, вот, красоту природы, да, хочется всегда, как бы, воплотить, вот, именно в одежде, там, каких-то нарядах, как-то это совместить, вот, даже, да, допустим, красный закат, там, с темным небом, это как красиво. Так же хочется вот эти цвета сочетать в одежде всегда, вот, и очень часто бывает такое, что вот лежишь вот так на море, там, отдыхаешь и думаешь, вот, сейчас бы такое что-то там нежное сделать, вот оно вот как-то вот раз-раз-раз. Вообще вдохновляет, вот пришел человек к тебе, допустим, да, он говорит, я хочу вот такое, а ты его видишь и говоришь, что давайте вот так, вот так, вот так, и оно вот как-то, и получается вот оно вот как такой шарик, оно раз-раз-раз, и вот оно как-то так и получается, не знаю, вот оно само идет откуда-то, свыше. Вот так. Сколько модных показов одежды прошло от модельера Эльмира Усейновой? Было два показа. Первый был у нас такой, ну, они оба были, в принципе, такие успешные, можно сказать, потому что после показа всегда очень много людей подходило, брали координаты там, узнавали, звонили, вот. Вот, поэтому я думаю, что они были не зря сделаны, вот эти два показа. Где они проходили и какие там наряды были, да, вошли в коллекцию? Вошли в коллекцию, естественно, вечерние наряды, свадебные наряды, вот. Для выпускных, да, это как такие, скажем, платья в пол и короткие, там разные были варианты, и оно плавно переходило, допустим, из легких, в такие более сложные наряды, там. Очень много мы прорабатывали, конечно, это все, чтобы это было красиво, как бы. На самом деле это шоу, да, скажем так. И вот это шоу, оно создавалось, конечно, не только мной, мне помогали очень многие мои коллеги, так скажем, которые мне помогают очень часто создавать это все, потому что одно это невозможно объять, вот это все создать, скажем так. Вот. И много вечерних платьев, в основном вечерние наряды, да, всегда. Эльмира Ханумовна, считаете ли вы, что платья, которые шьете вы, делают женщин более притягательными? Я считаю вообще, что женщина сама по себе красива. Главное, чтобы она умела себя преподнести. Бывает, что девочка одевает очень красивое платье, но ее никто не замечает. А бывает, что девочка в более простом платье, но почему-то на нее все обращают внимание, потому что она умеет себя нести в этом заряде. Да, да. Легкая женственность, может где-то какая-то утонченность, вот скромность, может быть, да. Вот. Поэтому сказать однозначно, что украшает платье, оно просто дополняет красоту женщины, я считаю. Ну, это мое мнение. А довольны ли вы, что выбрали когда-то эту профессию? Я очень счастлива. Я счастлива, что я могу... Я очень долго работала педагогом, но я всегда мечтала быть модельером. Даже еще в школе я всегда говорила, я хочу быть дизайнером, я хочу шить одежды, я хочу создавать коллекции. И все мои одноклассники, будучи уже все мы как бы дедушки, бабушки, да, они сейчас говорят, вот видишь, мечты сбываются, они говорят. Они помнят еще с тех времен, что я всегда мечтала об этом. И сейчас, на данный момент я очень счастлива, потому что в этом деле, в этом, да, в отрасли в этой, моя семья меня очень сильно поддерживает. И это большое счастье, когда ты в гармонии с семьей, с работой. И это даже не работа, это просто состояние души. Получается, что ты делаешь это не потому, что это надо тебе, а потому что ты хочешь это делать. Тебе это нравится делать, ты хочешь это создавать. И поэтому как бы я очень счастлива и абсолютно не жалею, я всегда мечтала об этом. Я хотела этого. Это прекрасно. Что главное в работе модельера? Ну, главное, я думаю, что это, наверное, желание, упорство, усидчивость, желание хотеть что-то создавать и что-то делать свое, не такое, как у всех. И, ну, главное, наверное, любовь именно к прекрасному. Любовь. Любовь спасет мир, это мой девиз. Один из девизов. Да. Не важно. Любовь к природе, любовь к ребенку, любовь к мужчине, любовь к любимой работе. Нужны ли какие-либо особые, да, качества человеку, который решил стать партнерой? Усидчивость, наверное, да? Это один из вопросов. Обязательно, да. Качества. Ну, я думаю, что, наверное, трудолюбие. Мне кажется, трудолюбие в любом, скажем, в любом направлении, оно даст какой-то результат. Может быть, ну, понятное дело, что надо развиваться как-то, интересоваться. Но любовь к труду, я думаю, даст свои плоды. Ну, и желание, желание. Может быть, ну, если человек этого хочет, значит, у него есть к этому, скажем так, какие-то способности, раз он этого хочет. Потому что не каждый же хочет быть, допустим, бухгалтером или учителем. У него есть к этому какое-то желание, значит, есть какая-то способность к этому. Потому что просто так человек не выбирает профессию. Я думаю, если у него есть хоть чуточка какого-то там, скажем так, таланта, может быть, ну, способности, да. Допустим, вот у меня две дочки. Одна очень хотела, но она делает, у нее не получается. А вторая не очень хочет, но она так играючи это все делает. И поэтому вот как? Вот две дочки. И, казалось бы, да, они должны вроде как бы тоже перенять. Ну, вот у одной вот легко это получается, как будто она все же сшила. Просто ровные строчки. А у другой вот она хочет, но и получается. Поэтому я все-таки думаю, немножко должен быть талант какой-то, желание, стремление, усидчивость, и все получится. Швея и процесс. Кто кем управляет? Я думаю, швея процессом. Это, я думаю, зависит вообще от самого, так скажем, кто хозяин. Если хозяин из швея, значит, она управляет процессом. Если швея не уверена, если она не знает, что она делает, что она хочет, и что хотят от нее, то процесс будет управлять ей. Я так думаю, не знаю. Я управляю всем, сама. А сколько часов подряд вы можете работать над одним нарядом? Над одним нарядом? Это, конечно, большой азарт. Очень хочется всегда получить уже конечный результат. И поэтому, скажем так, что были такие работы, когда три дня, трое суток подряд без установки, там буквально 3-4 часа сна, и опять ты садишься за этот наряд. Это был наряд свадебной моей дочки. Да, свадебное платье. Вот. И действительно, ты просто не можешь остановиться, потому что ты хочешь получить результат. Ну, можно, вот у меня бывают такие клиенты, что они приходят утром и говорят, я хочу сейчас. И это постоянный, допустим, клиент, ты не можешь им сказать, я не буду этого делать. И ты понимаешь, что это какой-то интересный проект, работа какая-то такая, от которой ты сам получишь удовольствие. Ты говоришь, хорошо, сиди, сейчас будем делать. И она сидит и вечером забирает и уходит. Такое тоже бывает. Невероятно. Да. Кого бы из крымско-татарских мастеров вы могли бы выделить? Чье творчество вам по душе? Крымско-татарских? Именно в вышивке, в нарядах? В вышивке, в нарядах, да. Ну, много девочек, молоденьких девочек. Вот у меня, допустим, есть знакомая, мы дружим, мы приятеля, да, Зикия Аметова, по-моему, Аметова фамилионе. Она делает украшения, она часто помогает мне создать образ полностью для заказчика. Допустим, я шью платье и предлагаю, как варианты, какие-то украшения. Она делает, да, сутажную вышивку, серьги, пояса, браслеты, колье разные. И вот я ее часто прошу, она делает мне какие-то элементы, я их вставляю, допустим, в пояс, там, или это могут быть серьги, по-разному. Вот я, допустим, очень горжусь, что я ее знаю, и мне нравится ее работа очень. Она настолько интенсивно и стремительно идет вперед, и мне кажется, скоро о ней узнают многие. Вы ведете такую совместную работу. Да, да. Мы даже планировали, у меня в задумках было такое, создать, допустим, такую коллекцию с восточным таким колоритом, где будут сумочки, пояса и украшения именно ее работы. Но это такой длительный процесс, и я не знаю, мы мечтаем об этом, может быть, когда-нибудь и воплотим. Задумали это, но пока что настолько много работы, что я просто физически не успеваю все охватить, честно говоря. Хорошо. Расскажите про планы на будущее, мечты. Мечты. Я, конечно, очень люблю детей, и я так думаю, что в планах у меня будет такое, что... У меня очень часто пишут в интернете и спрашивают, обучаю ли я. Учитывая то, что я проработала 15 лет педагогом в дошкольном учреждении, я думаю, что, наверное, это будет какая-то школа. Эльмира Ханум по шитью для малышей. Начиная с раннего возраста, тех, кто желает, потому что даже когда я работала в детском саду, я часто практиковала с детьми вот такие вот всякие уроки по шитью, и они мурлыкали, и мальчики, и девочки, им так нравилось. Это интересно, да? Да, была тишина такая, что даже когда я заходила в начальство, я говорю, где дети? Дети жьют. Им нравилось это. И я думаю, что совместив практику педагога и талант как бы партнихи, я думаю, у меня получится неплохая школа для детей. Лайердом Джоусс. Да, это очень хорошая идея. Ну, это мечта. Мечта, собственно, сбываться. Да, я знаю, да. Все мечты сбываются. Главное, не забывать, что вы о них мечтаете и хотите их. Да. А есть ли у вас, как у модельера, универсальный совет для женщин? Я думаю, что есть, да. Чтобы, ну, совет такой, чтобы, во-первых, нужно полюбить себя. Если ты полюбишь себя, какая ты есть, вот, какую тебя создала природа, тогда тебя полюбят все. И поэтому, когда они говорят, ой, некрасивая, я толстая, я говорю, ну, где ты толстая? Абсолютно не толстая. Все в сравнении, скажем так, да? Да, поэтому я всегда говорю, любите себя, и все у вас будет хорошо. Эльмира Ханома, вы ранее сказали, что девочки, ваши дочери, да, практикуют и пытаются. Пытаются. Да. Переняли ли они? Ну, вот, говорю же, старшая, она очень хочет, ну, сейчас она, конечно, в декретном отпуске, поэтому я сейчас не до этого вообще, вот. А младшая, она закончила обучение сейчас по шитью, она пошла все-таки, потому что я сама мечтала сюда учиться. Я еще, когда заканчивала школу, я хотела пойти на дизайнера, именно учиться, именно получить профессиональное образование, не быть самоучкой. Но, как оказалось, что все-таки, да, образование тоже важно, для меня очень это важно, но все-таки, даже вот я наблюдаю, неважно какая это отрасль, если ты сама учка, у тебя все равно есть какие-то свои такие приемы и методы, которые тебе позволяют выделяться и быть, как, пользоваться спросом, да, у потребителя, скажем так. Поэтому, ну, мне приятно, что она отучилась, и, ну, на данный момент она еще в школе учится, но она уже закончила вот этот УПК, у них там в школе было. Она получила образование, сдала экзамены нахуй отлично, и я думаю, ей в дальнейшем это пригодится, потому что у нее очень хорошо получается. Ну, на данный момент я не могу сказать, что она прям рвется, но ей интересно, ей нравится иногда, даже она там пытается что-то сделать и сшить сама себе, ну, и тоже хорошо. Ну, конечно, безусловно. Я и всегда говорю, даже если ты не будешь шить для людей, хотя бы для себя, это очень хорошее дело. Очень хорошее дело. Эльмира Ханум, вы шьете только женские наряды или для мужчин тоже шьете? Нет, только женщинам. Почему? Почему? Потому что, ну, во-первых, мне интересно больше как-то, наверное, все-таки вечерние наряды. Это намного интереснее, это намного азартнее, скажем так, да, результат. Мужчины, ну, вот как-то я тоже давала интервью, и журналист спросил, почему не шьете нам? Мы тоже любим модничать. Я говорю, ну, наверное, это все-таки, наверное, ну, тоже должен быть какое-то, наверное, желание. И дано должно быть. Мне не дано, наверное, я не знаю. Я не знаю. Я могу мужчину просто одеть где-то там в магазине, я четко могу сказать тебе вот это, тебе вот это. Но сама это делать мне неинтересно. Не хочу. И хочу шить только вот вечерние, свадебные. Это настолько интересно. И если бы была там, допустим, какая-то финансовая, да, возможность, там, поддержка, это можно было такое создавать, ну, это все упирается в финансы. Поэтому, как правило, бюджет всегда такой ограниченный у клиента, что стараешься из очень минимального бюджета сделать максимальный результат, скажем так. Но это тоже талант. Потому что иногда они говорят, что я хочу вот что-то такое, я говорю, ну, для этого очень нужны большие средства. Они, конечно, средства ограничены. И я начинаю, как бы, прорабатывать. Ну, это очень такая колоссальная работа для того, чтобы создать шедеврик, я их так называю, шедеврики, да, эти платья. И затратить минимум финансов, это очень сложно. Ну, я стараюсь. Я очень часто вот заказчик пришел, да, допустим, заказал. Мы купили ткань. Часто бывает, что мы идем вообще, пока у нас совершенно другой цвет даже, и вообще ткань, другой фасон совершенно. Пока мы доезжаем до ателье, мы уже забываем, мы уже передумали, уже совсем другой фасон. Все. Вот оно настолько вот так все меняется. И когда я уже потом ткань у меня уже дома, я должна с ней переспать. Я вот ложусь и начинаю думать, как я вижу именно из этой ткани, то, что ей понравилось, ну, нам обоим понравилось. Подошла к ее цвету кожи, волосам, да, как бы более-менее то, что она хотела, да, там, вот она вот там что-то себе придумала, ну, вы мне помогите, обычно так. Я утром просыпаюсь, и я знаю, что надо ей делать. Я звоню, я говорю, я буду вот так, вот так, вот так делать. Да-да-да-да-да-да, я вам доверяю. Так всегда. И это прекрасно. Да. И я вообще люблю, когда они мне дают возможность сделать то, что я вижу, и то, что я хочу им сделать. Бывают, конечно, такие настойчивые, что они говорят, я хочу именно вот так, я говорю, не надо так. Давай сделаем вот так, тебе будет красивее. И все равно потом переживаем и делаем так, как я говорила. Клиенты остаются довольными. Был ли такой случай, когда клиент недоволен вашей работой? Да, один раз в моей практике был такой случай. Мы получили, мы работали тогда, у меня Алашка, вот по папиной линии Алашки не шьют, она мне помогает часто, потому что я не успеваю физически просто всем дать такую возможность сшить наряд. Вот. И мы вдвоем работали над этим нарядом. Очень красивый наряд получился. Ну, девочка шила на выпускной, и мама была в отъезде, приехала мама, и ей не понравился наряд, как нанесить, хотя она фотографировала, все, я не знаю причину, может быть, она ожидала большего, я не знаю. Ну, как бы, были, были выполнены все требования заказчицы, девочки, но при этом, как бы, вот мама осталась недовольна, и она хотела, чтобы мы перешили этот наряд, готовый наряд, заново перешивали. Вот. И тогда моя семья, конечно, очень была расстроена, когда я пришла домой, рассказала, говорю, так и так, они все были в шоке, как такое платье. Я принесла это платье домой, посмотрите, оно разве не красивое? Вы были в восторге от этой работы, да? Да. Это было действительно красивое платье, оно и есть, оно у меня лежит, это платье. Его одевала моя дочь на свадьбу, и мама этой девочки, выпускницы, возмущалась, говорю, вы своей дочери такое оденете платье? Ну, конечно, почему нет? Оно очень красивое. Одевала моя дочка одна, вторая, девочки брали его в прокат у меня, очень много, это платье погуляло по Крыму везде. Ну, вот такой вот был, да, опыт. Разные бывают? Ну, это единственный случай, я надеюсь, что никогда больше такого не будет у меня. Бывает. Ну, я думаю, это тоже опыт. Да. Я абсолютно, как бы, для меня в тот момент, на самом деле, было очень приятно, когда муж сказал, не перешивай, Джанна, ничего не делай. Поддержка близких. Это важно. Эльмира Ханом, насколько у вас, да, вот насыщенный график? Сейчас вот более, наверное, насыщенный. Сейчас свадьба выпускной. Да, вот на данный момент, вот сейчас он очень насыщенный, последний вот эти, август и остаток июля я вообще ничего не беру, потому что я без выходных уже много лет. Вот. Я решила сделать себе отпуск. Да, и сейчас они звонят, пишут себе там что-то. И просто я говорю, я не буду брать настойчиво, я хочу, чтобы только вы были. Я мужу говорю, что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Вот, я хочу отдохнуть просто. Ну, как бы, это, в творческом отпуске побывать. Я давно не отдыхала очень. И это тоже нужно. Да, я считаю, что отдыхать тоже нужно, поэтому я думаю, что после плодотворного такого, скажем, отпуска я к нему готовлюсь. Ну, планирую, что я, вот сейчас мне нужно отдать сколько там, 4 что ли, заказа, и я буду отдыхать. Надеюсь. Алло, я Артем Джолсон. За вас. Мы надеемся, что вы отдохнете и вернетесь в свой трудовой график уже с новыми силами. Да. Планы есть большие. У меня сейчас я думаю над одним проектом, и думаю, он у меня получится. Пока не хочу говорить. Я думаю, он произведет впечатление на моих подписчиков и клиентов, и знакомых. Мы в предвкушении и ждем его с нетерпением вашего проекта. Алло, я Артем Джолсон, Эльмир Ханамчухсауна, что пришли к нам, украсили нашу студию и в целом беседу. Алло, радовался. Это была программа «Стратегия развития». Следите за нашими эфирами. Субтитры создавал DimaTorzok